Блин, они тёмные вот всё? Или это нам так кажется отсвечивает? Очень смешно! Привет, друзья! С вами Ксюша, Илья, Илюха, смотри в объектив Аню. Аню в камеру, я понял. Да, у нас новая камера, мы к ней не адаптируемся ещё. Ребята, сегодня гладильный влог, реально вот я буду гладить всякие вещички и будем отвечать на ваши вопросы сразу дисклеймер. Если мы не знаем, как вам поступить или реально не знаем ответа на этот вопрос, мы ничего вам не будем отвечать, мы говорим, что мы не знаем. То есть всё по-честному, правильно, Илюха? Да. Да. А ещё момент. Те, кто отмечают меня на конкурсах в Инстаграме, вы поступаете нечестно. Организаторы конкурса указывают, не отмечайте блогеров, там, селебрити, отмечайте своих подруг. Короче, вы поступаете нечестно. Ну, это и так, это у меня накипело просто. Это же постоянные зрители и постоянные вопрошатели, я так понял, что фамилию запомнил. Слушай, а можно я так сдвинула? Тебе ж не важно, что. Значит, Даша Шушкова. Да, я не помню. Даша, привет. Дашулькин Шушкова. А, Дашулькин, да, уже помню. Ксюша, привет. Скажи, пожалуйста, каким, на твой взгляд, должен быть настоящий мужчина? Ты считаешь, что современные мужчины измельчали, ведут себя как бабы, сидят на шею с женщин, бьют и так далее. Что значит, ты к каким мужчинам, как Андрей Петров, как бы ты отнеслась, если Вероничка привела такого мужчину? Так, давайте сначала, что в моих... Андрей Петров? Нет, Две Петров. Сверни, можешь загубить, ты такой Андрей Петров. Не то, что ты считаешь, вот это, я не знал, что ты так считаешь. Ну, давай, рассказывай. Итак, сначала. Настоящий мужчина, он добрый, сильный, мужественный, щедрый и уверенный в себе. Наверное, вот для меня этого достаточно. Красота и интеллект это, ну, опции приятные, но, в принципе, как бы уже, может быть, и не особо там, ну, важные. Если, ну, ну, не знаю. Короче, я ненавижу малодушных мужчин. Я их называю шмыга, вот простите. Ну, таких, знаете, которые хитрюги, знаете, вот такие, которые там что-то, а вот они рулят, а вот я таких терпеть не могу. Вот, это для меня, ну, то, что такое настоящий мужчина. По поводу измельчания мужчин, вот сейчас Илья, я думаю, тоже ответит. Вы знаете, сейчас же говорят, что многие мужчины, мальчики воспитаны однополыми парами, то есть мамой и бабушкой. Вот, вот эта история, реально, мне кажется, она такая жизненная очень. И у нас женщины, мне кажется, чуют за собой какой-то вот, ну, как сказать, негативный шлейф и ждут от других женщин того же самого. То есть, я ращу мальчика, и я заранее настраиваю его на то, что его будущая жена будет крашеной стервой. Скажу помягче. Вот, тут еще в этом, мне кажется, дело. Когда у самой рвится в пушку, ты от всех ждешь гадости. Вот, что-то такое. Илья, что ты об этом не читаешь? Считаю, Илья, современных мужчин, что они измельчают. Да, ты считаешь, что мужчины измельчают? Ну, может, какие-то измельчают, так всегда было. Скажи, я здоровый, я не измельчал. Ну, это что? Нет, я не знаю, я знаю нормальных мужчин, что ведут себя как мужчины. Так, контингент, в котором вы общаетесь, очень важен. То есть, может быть, я не знаю измельчавших, потому что я бы с ними не общался, может быть, так. Подобное к подобному. Что там дальше? Относишься к мужчинам, как Андрей Петров? А что, мне нормально, мне нравится Андрей Петров, я на него подписана в Инстаграме. Я тебе говорю, надо было загуглить, пока этот... Ладно, ну потом расскажешь. Это бьюти-блогер с откровенной такой гомосексуальной направленностью, которую он не скрывает, он спокойно об этом заявляет миру. А вот как бы ты отнеслась, если Вероника его привела домой? Ну, Вероника не могла бы его привести же в качестве жениха, правильно? Ну, такого просто не может быть. Она бы его могла привести только в качестве друга, да, своего. Вполне нормально, почему нет? Ничего в этом вообще не вижу такого. Я тоже в качестве жениха, ну я не знаю. Ну, а как можно привести? Нет, 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 ну, может быть, знаешь, есть же такие, типа он похож на такого человека, на самом деле у него с ориентацией все нормально, просто вот он такой. А, ну просто такой же на подобный мужчина, что ли, в этом речь? Если дочери понравилось, это ее лично. Как бы да, и вообще из жизненного опыта там обычно они у дочери в большинстве случаев выбирают похожих на своего отца. Я не знаю, я не похож. Ты моего отца видел? Я говорю в большинстве случаев. Да, да, я исключение счастливая. Ну, у тебя отец большой тоже. Позравнений с тобой нет. Дальше. Привет, Ксюша Илья. Такая ситуация. А кто? А, извиняюсь, Наталья Попова. Привет, Наталья. Привет, Наталья. Может, это, кстати, интимный вопрос, может, не надо озвучивать людей. Но читай, если что мы вырежем. Такая ситуация. Молодые люди встречались долго. Лет 8, наверное. Девушка забеременела. Молодой человек сделал предложение. Сыграли свадьбу. Родились дети. Девочки двойняшки. Через 3 месяца девушка сообщает, что эти дети не от него. Они с любовником по совместительству лучшим ее другом сделали тест на отцовство. Молодой человек уходит из семьи, разводится. Девушка в истерике. С лучшим другом она отношения строить не хочет. Просто в шоке. Это что за Санта-Барбара, ребята? Любит мужа. Молодому человеку ее жалко. Отношения их продолжаются. Но не как семейные, а как... Остановись, у меня уже мозг взрывается. А как поворачит до брака. Встречается на его стороне. Ее семья вообще ничего не знает. Ни о разводе, ни о детях. А, ну что они, наверное, дети. Детей-то нравится. А, ну да. Понимая это, сложно представить нормальному человеку, но вопрос. Как бы поступили, случись в вашей жизни... А как бы поступили, случись в вашей жизни такое интересная позиция и мужчины, и женщины? То есть, а я ее? То есть, а мы на чьей стороне вообще? Короче, я вообще в шоке. Первый мой совет. Напишите сценарий и отправьте куда-нибудь, какому-нибудь продюсеру на ТВ. Возможно, вы заработаете большие деньги. Второй момент. Что вообще у вас за жизнь там такая интересная? Я не знаю. Мы живем скучно. Первое. Я бы не встречалась с парнем 8 лет. Все. Вот тут точка. Для меня... Ну, я ответила на этот вопрос. Ты дальше, Илюха, сам. Чего я там... Ну, я не знаю. Давай ты будешь парнем, от которого не его дети. Ты бы что, как поступил? Уже родились дети, а тебе говорят, фигня не твои. Я даже не знаю. Я даже не хочу такое представлять. Это не то, что не хочу. Это очень сложно представить. Ты же этих детей уже полюбил. Ужасный вопрос. Вы меня извините, я в шоке вообще. Вообще, я даже не знаю, что... Короче, мы повисли. Честно, мы не знаем, что ответить на ваш вопрос. Ну, тут все, ну, как, должно упираться, наверное, в логику. Ну, не логику, как... Какая логика? Тут вообще все подделено. В чувствах тогда все остается. В чувствах. Привязанности к тем же детям. Привязанности людей между... Молодых людей между собой. Я не знаю. Я не знаю. Но они же дальше встречаются. Может, у них все и получится. Но я бы никак не поступил. Я не знаю. Я не могу ответить. Да никто не знает, пока не окажется в этой ситуации. Давай. К сожалению, он остается неотвеченным на этот вопрос. Так долго писала девушка, и мы не ответили. Ну, извините. Ну, правда. Может быть, кто-то посоветует в комментариях, кстати. Да. Мы не знаем. Короче, Алена. Алена, придумай проще ник, если хочешь, чтобы мы тебя назвали. Ну, это Макеавелли. Ну, да я тоже на Макеавелли бы... Ну, ладно. Привет, Сенечка. Привет. Ты замечательная. Подскажи, пожалуйста, как перестать принимать все близко к сердцу? Я очень восприимчивая. Это порой мешает. Заранее спасибо за ответ. Ответь ты. А потом я. Как перестать быть восприимчивым? Да. Ну, просто Илюха не восприимчивый, наверное. Нет, я не восприимчивый. Ему сложно, да. Я вам скажу. Я такой, знаете, Гамлет. Есть такая типология преподавателей. Например, и я преподаватель Гамлет. Это тот, кто вот так вот на все реагирует. И мне это вообще, в принципе, по жизни свойственно. Сходите к психологу. Вот я понимаю, что, ну, это такое странное пожелание, да, совет, но это вам так поможет. Один раз сходите, расскажите о своих каких-то тревогах, и вот серьезно все пройдет. Плюс, представьте, что у вас внутри есть тумблер, как крутилка громкости. Единичка или ноль – это абсолютное спокойствие. Десятка – это прям тревога. Это вот когда вы реально что-то восприняли близко к сердцу. И вы внутри можете этим тумблером управлять. Например, если у вас убежало молоко, а вы психанули, у вас нервный срыв, и вообще-вообще-вообще, у вас десятка. Вы можете успокоиться, подышать и мысленно представить, как поворачиваете эту крутилку. Как называется правильно эта крутилка, не знаешь? Верниер. Что? Ты выдумал это слово? Верниер. Только что выдумал. Нет, я знаю это слово. Серьезно? Серьезно. Верниер. Я загуглю. Загуглю. Короче, вот эту фигню вы крутите, допустим, на единичку или на двойку. Это правда помогает, серьезно. Например, у меня недавно была ситуация, я разбила градусник, у меня была истерика, форменная истерика, это было тут вообще что-то. Только потом, на следующий день, я поняла, что я среагировала неправильно, приняла все близко к сердцу. Была истерика? Да. Собирала осколки, обливалась ртутью? Да, обмазывалась ртутью, да. Кристина Бласова. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксюша Илья. Никогда ранее не возникало у меня желания пообщаться с блогерами, но вы, ребята, настолько милые, душевные, что... С блогером. Я блогер, он агроном. Нет, Ксюша, это не про меня. А, ты давай. Я вообще с блогерами, а там дальше-то. А дальше про нас, видишь, ребята. Просто не путайте берега. Но вы, ребята, настолько милые, душевные, что у меня горит все в муфи уже третий день. Я не знаю, о чем спрашивать, но, как сказал один мой знакомый, если хочешь пообщаться с кем-то, просто напиши, пусть какую-нибудь ерунду. Главное, искренне. И вот я пишу. Тоже верно. А вопрос все-таки назрел. Прошу прощения, если эта информация уже где-то была, а я не разглядела. Вопрос такой. Как можно передать вам подарочки, если я из другого города? Адрес или абонентский ящик? Или вы принимаете подарки только от знакомых, крупных компаний и брендов в целях безопасности? Особо просим. Подуранский, наверное, звучит, но очень хочется сделать вам небольшие подарочки. Спасибо за ответ. Особо марку Мазерати очень просим передавать нам подарочки. Додж. Что нам еще хочется? Ну, что ты сразу так в основном, в этой мате? Ну, не с вами. Какие там у тебя компании? Там много чего есть. Но на самом деле нет. Есть адресы, да, действительно, абонентский ящик. Но я всегда уточняю, вам это точно удобно. Это точно вас не затруднит. Короче, ну, мне не хочется, чтобы это было в тягость. Вот. Ну, короче, адрес есть. Может быть, человеку приятно отправить тебя по посылу. Может быть. Но я все равно всегда уточняю. Я всегда не хочу, чтобы человеку было дискомфортно. Тоже знакомый. Помню, Динарка Хазеева. О, конечно, свой человек уже. Я понял. Первое. Инстаграм или ВК? ВК. Потому что в ВК можно нарыть на вас информацию. Мне когда пишет человек, я сразу оп на его страничку. Там проскролишь стену, хоть посмотришь, чем человек увлекается и так далее. Инстаграм, на мой взгляд, он обезличенный. Это все-таки, как ни крутите, ярмар Кочеславия. То есть, если в ВК человек свою музыку выкладывает, да, что он там любит. В любом случае, ты немножко уже понимаешь, какой человек что-то пишет. Какие-то там маленькие посты, какие-то книги его любимые можно прочитать. Инстаграм это просто вот-вот-вот я вот такая, любишь-не любишь. А ты что больше любишь? Инстаграм или ВК? Ну, у меня ВК, наверное, больше информации. Ну, да. Ну, инстаграм, думаю, что это, просто выложить фотографии я это редко делаю. Ну, такое себе, да. Я вообще через силу что-то выкладываю, потому что это же надо что-то снять, потом выложить. И еще сидишь, заморачиваешься, блин, оценят это, ну, как это, нормально это можно выложить или нет? Короче, я заморочен в этом плане, поэтому. А еще я все время говорю, твои подписчики меня лайкают. Уж залайкали. Твои подписчики меня залайкали. Ну, не так, конечно. Второй вопрос. Там же два, один, это про Инстаграм или ВК, второй. Бывало ли когда-нибудь такое, что ты снимала видео, а потом по каким-либо причинам удаляла или переснимала заново? Да. Подводила ли когда-нибудь камера карта памяти? Бывало такое, что я уже на середине видео там что-то рассказываю в лицах и понимаю, что камера просто не включена. То есть этот экранчик на меня смотрит, да, а камера не включена. Было такое, что видео мне просто не понравилось. Таких видео несколько, они у меня до сих пор лежат. И я думаю, что если совсем голодные времена настанут, я, может, их и смонтирую и выложу. Одно видео там про мыло варенье точно, потом есть несколько таких видео, где просто какие-то мои там взгляды. Был момент, когда у меня на кофте висела волосина, и я переснимала из этого видео, потому что я представляла, сколько мне напишут комментариев об этом. Камера карта памяти подводили? Ну, нет. Компьютер, наверное, подводил, да? Да, компьютер подводил. Помнишь, когда ты виселся, как снял, а потом мы не могли найти файлы эти? Да, был один. Причем в периодный виселсик. Да. Ну, сейчас компьютер хороший не подводишь. Да, молодец ты, молодец, если ты обводил. Илья собирал мне компьютер, поэтому... Пусть какая-нибудь фирма тебе напишет, производитель видеокарты. Да, да, да. Значит, Ира Андреева, привет. Здравствуйте, Ира. Ксюша, привет. Наставь, пожалуйста, на путь истины. С мужем живем полтора года, живем отдельно, но у него какая-то ненормальная привязанность... Так. Живем, а, живем отдельно, видимо, от родителей, но у него какая-то ненормальная привязанность к своей маме. Все семейные ссоры выносит из избы и рассказывает ей. Хоть она и живет не с нами, но каждый мой шаг контролирует через сына. Готов ездить туда каждый день. Мы можем ехать по делам, и тут звонит мама, и он учится бросить все к ней. Но вопрос, почему так, ведь у тебя уже своя семья, и наши дела должны делаться, в первую очередь, отвечает, что он ей должен за то, что она его родила. Со своей кровью не общаемся, она против меня, к маленькому внуку из-за меня не ездит. Когда она и ее дочь поливают меня грязью, муж ей не заступается, а против них слова не скажи. А недавно выяснилось, что они по шаманам ходят, мама и сестра мужа. Все эти истории одинаковые, слушайте. Чтобы нас развести, очень устала от такой обстановки, не знаю, что мне делать. Мужа очень люблю, но жить дальше так больше не могу. Значит так, вопросы маменьких, маменькиных сынков нам близки. И я вам скажу так, это фаталити. Вы маму не победите. Он мамочку знает с самого рождения. Вас он знает сколько? Ну, лет пять, да, вы полтора там года в браке, до этого, допустим, встречались. Вы ему чужая тетка, жена вообще не родственник. Я за маму не заступаюсь. Мама там тоже, да, я поняла, что с кукушкой, но вы маму не перебдите. И если вы при наличии ребенка, да, там, не находитесь у него на первом месте, то вы на первом месте никогда и не встанете. Я очень вам сочувствую. Я, простите, но я не верю в успех этих отношений. Вот эта неадекватная зависимость от мамы, этот инфантилизм, он слишком силен. Его победить невозможно. А ты что думаешь? По этому поводу, что можно сказать? Ну, я не знаю, какая там зависимость. Реально, должен за то, что родила, тогда это глупый ответ. Я не знаю. Если, допустим, ну, у меня до того, как я был знаком с Ксюшей, да, была жизненная ситуация, у меня там не было денег, и мне приходилось просить у родителей, чтобы там жить и продолжать там обучаться в городе, грубо говоря. Я ездил помогать родителям. Я ездил помогать не от того, что мне там важна, там, как-то делил бы на семьи, а потому что, ну, они мне помогают, я им помогаю. Такой был. Если у вас все с финансами нормально, и родители не прям там, ну, как, не нуждаются в помощи, тем более, так вот, сестра есть, то это, да, это ненормально. И у нас, да, семейный пример есть, где так уж получилось. И вот эта вот история про шаманов, вот, серьезно, почему-то всегда повторяется. И все вот эти неадекватные свекрови прутся к каким-то колдуньям, к каким-то ведьмам, шаманам и прочим. Серьезно, я не знаю, почему это такое. Да и свекровь, и теща, это вот, это одинаково. Кто идет к шаманам, там уже в семье что-то не так. Я про тещу не очень знаю, про свекровь прям знаю. Да, его просто истории много, да, это печально. Бегите оттуда, нафиг вам это надо. Ну, маленький ребенок, маленький ребенок, муж, любимый муж. Ну, вот я не знаю. Честно, я бы не любила такого мужа. Ну, вот тут все, что я так чувствую. Если мама важнее, ну, иди целуй свою маму тогда, вот так. Ну, да или нет. Если мы с ребенком для тебя не важны, ты завел уже свою семью, ты отрезана с кебабой, меня извините, да? Все, отрезанной ломать, грубо говоря. Я не говорю, что надо там про маму не вспоминать, нет, ни в коем случае. Я говорю... Реакеты должны. Да, вот, бинго. Семейный период. Поэтому я вышла за тебя замуж, Илюша. Когда жил с мамой, тогда помогал маме. Сейчас у тебя есть жена, но уже расставлять, даже не 50 на 50 должно быть, а 70 на 30 хотя бы. 30% маме и 70% жене. Ну, пускай, если это так уж сильно любит. По мере. Не, если я понимаю, мама там, ну, в каком-нибудь состоянии, когда ей нужна постоянная опека и помощь. А такие мамы очень часто бывают в состоянии, они будут здоровые, как кони, на них пахать можно будет. Но нет, они еще что будут? Звоните, говорят, сынок, сердце, почки, печень, мозоль, а вот серьезно. У нас знакомая ситуация. Да, да. Один, два, один. Мама, дочь, сын зависим от того. Мы все это знаем, бегите. А папа не будешь молчать, там тихенько сидит у них, если есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok